Флорис, Наталья Корениченко и, простите, ваша коллега... Виктория Глебченко. Виктория. Девчонки, задача номер раз. Помогите мне, пожалуйста, собрать букет, чтобы он алисосворял именно нежность весну в преддверии 8 марта. Ну и скажем, чтобы все, кто нас сейчас видит, мужская половина человечества могли вашими советами воспользоваться и создать такой шедевр. Доброго ранка еще раз всем. Для того, чтобы создать достаточно быстро букет для любого женщины, для коханої женщины, мы, например, предлагаем такой вариант. Это еще не совсем готовая композиция, но все же таки. Можно взять корзинку, можно взять будь-яку вазу, будь-якою форму. Краще, звісно, чтобы это была, например, компактная, невелика ваза або корзинка. Помещаем, звісно ж, всередину оазис. Что такое оазис? Давайте для мужчин. Оазис это? Оазис это флористичная губка, которая продается в сухом виде, в любом квитном магазине. Ей очень удобно обработать, очень удобно ризать. Мы, в нашем случае, поделили цю губку. Вона мает выглядеть цеглини. Мы разделили ее на два раза. Поставили, поместили в емкость с водой. Вона протягом 2-3 хвилин набирает водичку. И тогда туда можно и удобно помещать квиты. Это своередный заменник вази с водой. И как основа вот этого композиции. И основа самой композиции. Можно дать форму, уже задать форму композиции. И очень, в нашем случае, корзина и оазис. Корзина, звісно, будет протекать, поэтому мы оазис попередньо помещаем в какую-то турбинку, скажем так, полиэтиленовую, которая не даст цей воде витекать. Обязательно мы закрепляем, фиксируем оазис, как это сделали уже попередньо века. Зафиксировали стричкой, которая также не промокает. Зафиксировали и начинаем выставлять зелень. Для того, чтобы, например, вгадать з кольоровой гаммы композиции, мы выбираем нейтральную кольоровую гамму. Это желтый, белый, такие оранжевые оттенки. По-перше, эти оттенки подъедут майже до любой женщины, женщины любого века и до любой нагоды. Так как у нас весня не свято, мы выбрали хризантемки. Хризантемки, поединенные с такой зеленью, с Коста-Рикой, они очень хорошо выглядят. Сколько такое произведение может простоять? Чтобы прийти в следующий раз, и возлюбленная не сказала, ты мне подарила, но завяла в следующий день же. Вот, учитывая, что оазис наполняется водой, сколько простоит такой шедевр? Все зависит от якости квитов. Когда они были взагалі разрезаны. Если человек купил свежие квиты, он их правильно разрезал, так как это делает века, вона правильно обрезает, правильно подготовил рослинный материал. И, в основном, хризантемы простоят очень долго. Они простоят даже больше, а не если бы они стояли в воде. Спасибо огромное. Можно вопрос из этой студии просто? Давай, Лена, давай. Пані Наталя, Виктория, скажите, будь ласка, вот такой букет, который вы сегодня сделали для прекрасной дамы, он для высокого зеленого и черного, или, возможно, и для низенького, светлого волоса и глубокого девчонки? Не знаю, на что Лена наметает сейчас. Это же нужно враховывать эти акценты. Ну, если бы мы не знали, например, кому бы мы адресовали свою композицию, то мы выбрали такую композицию. Если мы четко знаем, что брюнетка заказала, замовила нам такой букет, значит, мы, конечно, лучше будем выбирать все же таки червоного кольору квиты, более крупные квиты. Если, наоборот, блондинка, то, конечно, это будут белые, светлые оттенки в квите и более нежные или более меньшие формы. Спасибо огромное. Леночка, я также тебе передаю слово. Я думаю, что на вашей части студии вам придется сделать ответный удар. Как бы девушка отреагировала на такой прекрасный подарок от мужчины. Я думаю, что чем-то должна подсластить вот такие цветы прекрасные. Спасибо.